И снова здравствуйте, любители и профессионалы спорта. В нашей студии гости, которые недавно нас очень порадовали с чемпионата СКФО по ММА. Призеры, бойцы, руководство, их тренеры. Добрый вечер, ребята. Добрый вечер. И первый вопрос, естественно, который хотелось бы мне задать, это Александру, президенту Федерации ММА. Александр, в каком составе вы выезжали, сколько участников в таких весах и как вообще проходил турнир, уровень турнира? Добрый вечер. Ну, в принципе, команда у нас практически была именно сформирована на чемпионате республики, который проходил буквально за два месяца, за полтора месяца до чемпионата Северо-Кавказского округа. Были какие-то замены, но так незначительные. И вот именно поехали первые, вторые номера практически. Пытались мы даже им сборы сделать перед Северо-Кавказским округом, но чуть-чуть не получилось. Ребята сами практически готовились у себя в залах, со своими тренерами. У нас не получилось поехать в 7-7 килограмм. У нас отсутствовала весовая категория, бойцов не получилось забрать, потому что кто-то выпал во время, но травмировался перед соревнованиями. Должен были в 7-7 килограмм у нас еще поехать. Парень, который мог тоже хорошо себя показать на чемпионате СКФО, но тоже из-за травмы буквально за 2-3 дня выбил. На чемпионат СКФО мы поехали в составе 9 человек. Все ребята проявили себя очень хорошо, доказали, что они могут и на чемпионатах СКФО показать результат. У нас два вторых места, два третьих места. Общекомандная Северо-Оссетия заняла третье место. Обойдя сильные команды, многое, кабардинская команда, ингурская, черкесы тоже были хорошие ребята. Мы их обошли, то есть третье место заняли общекомандная. На этот чемпионат СКФО, можно сказать, это чемпионат России. Кто обычно выигрывает чемпионат СКФО, они и чемпионат мира, и чемпионат России проходят уже полегче. В прошлом году у нас не получилось поехать на Северо-Кавказский округ. Там тоже как раз получилось так, что бойцы не успели подготовиться. Кто-то травмировался, большая часть. И мы сделали маленькую паузу, но сейчас, на данный момент, у нас неплохой результат появился. До этого два года мы ездили на чемпионат СКФО, там у нас ребята одно третье привозили, потом налички мы были, там тоже одно третье привезли. На этот раз урожайная поездка у нас была. Все ребята молодцы, проявили характер, волю к победе. Все хорошо подрались, никто не дал заднюю, все шли до конца. Особенно Руслан Тимиряев. Очень сложный бой был, уже хотели даже экстра-рам дать, но так получилось, что судья пересмотрели запись. И где-то момент был, что им показалось, что была сдача, хотя ее не было, но пришлось отдать победу чеченскому бойцу. Но ничего, он у нас все равно поедет. На Кубок России ближе в сентябре. Сейчас пока место не определилось, где-то будет проходить, но туда поедет он. И также у нас туда еще отобрался Чайли Фурезман. Именно поэтому вот эта путаница произошла. Сперва была официальная информация от Союза ММА, что первое место у Тимиряева, а в дипломе мы увидим второе место. Да, скорее всего из-за этого такая путаница и получилась. Но в любом случае он, наверное, первым стал. Они понимают это и поставили его первым. Ребята будут дальше готовиться. В Воронеже будет проходить мастерский турнир. Планируем их опять туда отправить, чтобы они набирались опыта. Если получится, и получат еще и звание мастеров спорта. А что будет с третьими номерами? Третьи номера тоже пойдут на мастерский турнир. Но мы их постараемся отвезти на первенство России. Потому что у нас большая часть по 20-летние ребята, которые могут поехать на Кубок России. Тоже будет проходить сентябрь, октябрь. Пока тоже, по-моему, место еще не определено. Ну, где-то вот так. Каждая из СКФО все лучше и лучше. Все опытнее и опытнее бойцы становятся. Все готовятся. Наши тоже очень сильно набрали. Вот за 2-3 года последние. Вот видно аж прирост опыта и сил у наших бойцов. Сейчас мы их будем еще больше обкатывать по соревнованиям, по турнирам. Я думаю, в следующий чемпионат СКФО мы еще больше медалей привезем. В прошлом году на чемпионате республики принимала участие команда из Южной Осетии. Турнир был открытым и было также проведено первенство республики. Почему в этом году не было такой практики? Так как 2 года чемпионат республики я провожу практически за свой счет, тяжело делать открытые турниры. Потому что там людей больше бывает. И финансово чуть-чуть бывает тяжеловато. Я провел республику. И плюс еще то, что в прошлом году, когда выступала Южная Осетия, когда приехали к нам, они повыбивали наших бойцов, которые потом должны были поехать на чемпионат СКФО. Там кто-то у нас травмировался из-за этого. Южная Осетия не поехала на чемпионат СКФО. И получается еще и выбили наших ребят, которые здесь сейчас занимаются. И пришлось его сделать опять просто чемпионатом республики неоткрытым. Но мы проведем в любом случае другие турниры, где будем делать их открытыми. Суслан Викторович, ну мы знаем, что вы тренер амбициозный. Вы довольны результатами ваших воспитанников? Результатом недоволен, потому что ехали только за первым местом. Как сказал один из мною уважаемых людей, второй – это первый среди проигравших. Всех своих бойцов, которых я повез, каждый показал не самый высокий уровень. Он не показал того, чего должен был показать. Кто-то зажался, кто-то чуть-чуть перегорел, кому-то чуть-чуть подготовки не хватило. В этом и моя вина. Может, я где-то что-то недосмотрел, где-то как-то недонастроил бойца своего. Получилось так, что мы взяли второе место. Будем работать над этим. Будучи бойцом, вам приходилось поучаствовать везде, где возможно в России. Тренера вам пришлось готовить ребят на чемпионат как СКФО, так и УРФО. Скажите, вот уровень УРФО и СКФО, где бойцы сильнее, на ваш взгляд? Как сказал Александр, уровень СКФО растет с каждым годом. Но нигде не легко. Если ты выходишь драться, каждый соперник на тебя настраивается. Я как-то смотрел голосование на сайте у Союза УМА и СКФО занимал первое место. Но глядя по тем поединкам, что я видел на УРФО, легче не было, если не тяжелее. То есть легче нигде не было. Ни УРФО, ни СКФО. Я думаю, они были на одном уровне. К сожалению, сегодня нет УРЗМАГа Чельдиева в нашей студии. У меня было к нему много вопросов. Суслан Викторович, как думаете, что не хватило УРЗМАГу, чтобы стать первым? Не хватило физически в плане тяжеловеса. Да, он парень, который весит что-то чуть-чуть больше 100, 101-102 килограмма. Ребята, с которыми он дрался, были гораздо тяжелее его. Где-то, может, не доработали физически. Да, там нужна была качалка, нужен был набор массы. Суслан Викторович, ну вы знаете УРЗМАГа лучше, чем кого-либо из нынешних воспитанников. Вы вместе шли еще с чемпионата УРФО с ним. И, насколько я помню, УРЗМАГ был совершенно в другом весе. Он не был тяжелым, он им стал. Переход из одного веса в другой, а тут на 2-3 веса ему пришлось вперед перейти. Это, наверное, психологически как-то тоже сказалось. Да, изначально этот парень дрался 84 килограмма. Затем стал выступать 93. В тяжеловесах он дрался впервые. И впервые он в этом весе, он себя пробовал, он себя искал. Результат, чего мы достигли сейчас, это 5. Твердая пятерка. Мы выросли за короткое время. Прошла большая работа над тренерским штабом, над ребятами. И они выросли и показали хороший результат. Но, еще раз говорю, мои амбиции, может быть, меня и губят. То есть я ехал только за первым местом. Специфика тяжеловеса, их вообще мало. Их по России даже мало. И было чуть-чуть тяжело найти. Я привлекал своих бывших спортсменов, чтобы они помогали моим нынешним готовиться. Поддал их на кроссфит. Замечательному тренеру, который очень сильно помог мне. И функционально их подготовил на 5 с плюсом. Еще раз говорю, человек их подготовил, но выходя на бой, боец должен быть настроен. Настроен 100% на победу. Он должен быть, как тигр кровожадный, выйти и выиграть. То, что я увидел, да, бойцы выходили. Я говорю за своих. Они выходили, но в процессе боя я понимал, что до победы далеко. Такими боями не выигрываю. Ребята с других кубов мне понравились больше. Они дрались, как львы, действительно. Кому-то чего-то техники не хватило. Кого-то засудили откровенно. В подготовке моих бойцов хотел бы поблагодарить Лилию, тренера по кроссфиту. Который очень сильно помог нам в подготовке. Который сделал из ребят реально функциональных, очень и очень выносливых ребят. Так что отдельное спасибо. Я надеюсь, и в дальнейшем будем с ней работать. Кого-то хотите особо выделить, чьи поединки вам наиболее показались яркими, красочными, интересными? Поединки все были хорошие. Все отличные. Все ребята, которые приехали, показали себя просто отлично. Скажу еще раз. Руслан Тимиряев. Мы знакомы с ним еще. С Сурфо. И получилось так, что я и раньше за ним следил. То есть очень хороший борец, качественный борец. Он в финале встретился с чеченским спортсменом, тоже борцом. Две школы вольной борьбы встретились. И Руслан доказал свое преимущество. Я видел бой, я был там. Парень выиграл этот бой, но ему просто не отдали эту победу. Также понравился бой Марата Бибилова. Он очень хорошо, ярко выступил. Закончил бой досрочно. Ввиду травмы он отравился. У него было сильное пищевое отравление. Он вышел на бой и дрался до конца. Я себе представляю выйти в таком состоянии, больным, отравленным. И плюс еще драться. Это нужно иметь большое мужество и характер. Он показал это мужество и характер. Мне это понравилось. Александр, чьи поединки ребят вы можете отметить? Хорошие бои показал Хейтак. Это Бекоев. Воспитанник Марата Илаева. Уступил за выход в полуфинал. Также хочется выделить всех тренеров, которые подготовили ребят. Это Джабиев, Руслан, Марат Илаев, Ибрагим Тибилов, Суслан Шавлохов, Гия Макоев. Хочется им сказать, выразить спасибо, благодарность от федерации. Марат, скажи, пожалуйста, как складывались твои поединки и какой бой тебе больше самому понравился? Первый бой понравился более, чем другой. Он проходил с кабардинцем, потому что я закончил досрочно болевым на руку в первом раунде. Это мой первый выход в СКФО. Набрал опыт. А где еще раньше тебе приходилось участвовать? Только на Республике Северной Сеть. Каков твой настрой на дальнейшее участие? Будем тренироваться дальше и добиваться новых успехов. Хочу выразить благодарность своим тренерам за то, что они подготовили меня к этому турниру. Георгиеву Макоеву и Ибрагиму Тибилову. Руслан, скажи, что за спорный момент возник по твоему поединку? Была ли сдача с твоей стороны или что-то похожее на это? Сдачи как бы и не было. Вообще не было никакой сдачи. Было так. Я повалил его, доминировал сверху. И он вышел на болевую на ногу. Я ушел от болевого и тогда закричал. Ну, как бы я закричал не из-за того, что мне больно было. Чистые эмоции были. Они подумали, что я сдался. А ты знал о правилах, что при боях... Нет, как бы это мой первый... Крошение эмоций, это сдача при болевом, при пушащем. Это были мои первые соревнования на СКФО. А где еще раньше тебе приходилось участвовать? Я участвовал недавно вот на чемпионате Евразии по полноконтактному рукопашному бою. И после этих соревнований участвовал на турнире Камараву. На полноконтактном рукопашном бою я занял второе место. А на Кубке Камараву первое место. Ты уже ощутил на себе, что такое СКФО. Впереди Кубок России. Скажи, как думаешь, потянешь его? Дай Бог, потяну. В перерывах удавалось ли проследить за своими коллегами по цеху? Кого можешь отметить? Чьи бои понравились? Кто был интересен, зрелищен? Мне понравился бой, честно говоря, вот с Услана Джабиева. Он лучше был в стойке. Немного уступал по борьбе, но лучше был в стойке. Я лично думаю, что его немного засудили тоже. Руслан, ты базовый вольник, но хорошо бьешь в стойке. Я посмотрела твои бои. Где набрался опыта ударной техники? Опыт в FCF, в ММА мне очень помог. Также работали со мной мои тренера. Спасибо, хотелось бы сказать своему тренеру, Руслану Джабиеву и Урузмагу Джабиеву. Еще бы хотелось сказать огромное спасибо своим спарринг-партнерам, Сармату Ходову и Аслану Икоеву. Спасибо вам большое. Помимо твоего спорного поединка, какие из боев тебе больше понравились? Мне понравились, честно говоря, все поединки. Мои все поединки. Потому что первый бой у меня был с чеченцем также. Был очень хороший ударник, но когда я почувствовал, что он лучше меня в стойке, я переводил все в партер и доминировал уже там. Суслан, мы тебя знаем хорошим ударником. Партерная работа тоже в вашем клубе ведется. Вы профилируете в основном ударку. Скажи, вот если бы не вот этот запрещенный прием, который случился у тебя в партере, как ты думаешь, ты смог бы вывести поединок на другой результат? Ну, честно говоря, если бы этот момент не произошел, когда меня ударили по затылку, я думаю, бой бы был ничейный или максимум с экстра раундом. Ну, честно говоря, этот момент удивления у меня большое вызвало. Когда судья ему подсказывал, я не верил своим глазам и ушам тоже. Когда еще получил по затылку удар, я чуть не вырубился. Захват, конечно же, отпустил. И в этот момент, можно сказать, я проиграл свой бой. На один балл по судейским решениям, так сказать, я уступил ему. А так, в стойке доминировал я, при том, что мой соперник был кикбоксер, боксер. Много турниров он по этим видам выиграл. И у меня удивление тоже вызвало, когда он начал проходить ноги. Больше акцент я оставил на ударную технику, конечно. Ну, и от защиты, от проходов в ноги. Ну, получилось в ударке, сработал лучше и сплоховал на проходах. Дальше, думаю, будет еще лучше. Первое выступление наше на СКФ было. Парни хорошо себя показали все. И особенно мой коллега по клубу Руслан Тимираев. Парень очень сильно прибавляет от турнира к турниру. Я наблюдаю за ним и очень рад за него. В подготовке хочу большое спасибо сказать своему отцу, тренеру главному, Руслану Джабиеву. И своему брату, Рузмагу Джабиеву, за подготовку. За то, что подготавливал меня тоже. Подгонял в каких-то трудных моментах меня вперед. Ибрагим, скажи, пожалуйста, вот Суслан Викторович высказал свою точку зрения о том, что недоволен своей работой, результатами своих воспитанников. А ты, как представитель руководства, что можешь сказать в целом, довольны вы результатами и почему так негативно настроен Суслан Викторович? Ну, наверное, в первую очередь Суслан Викторович рассматривает их выступления с позиции тренера. И ему, он как бы вкладывал в них свой труд. Ему гораздо обиднее за ребят, что они не показали то, что они на самом деле умеют. Как по мне, так ребята готовились хорошо, упорно. Ну, бывает такое, что ты готовишься хорошо, ты работаешь, ты пашешь, но перед боем, на соревнованиях что-то в тебе щелкает, и ты не можешь делать то, что ты на самом деле умеешь. И, возможно, это произошло. Там, тем более, у нас был один молодой парень, который впервые вышел на такой уровень, и для него это, возможно, был стресс, возможно, что-то еще повлияло. Это я про Азамата Бекоева, 84 килограмма. Про Урузмага Чельдива не могу сказать. Он-то боец опытный, но тоже бывает такое. Случайность, возможно, неизвестно. От нашего клуба поехало только три человека. Для нас этот результат очень неплохой, я бы сказал. Насколько он значим? Наш боец впервые будет драться на Копке России. Это уже отличный результат. У нас клубу год, и хотя бы выйти на такой уровень для нас очень даже неплохо. У клуба какая политика и какие планы вообще? У нас планы самые грандиозные, конечно, но это все слова будут. Будем делать дела, я бы так сказал. Ребята, еще раз вас благодарю от себя лично, от нашей съемочной группы за то, что вы нас порадовали. За четыре года мы впервые прорвались на чемпионат СКФО, и, соответственно, дальше вас ждет Кубок России. Я надеюсь, что вы проявите также свою волю, силу, характер покажете на этом чемпионате и, естественно, привезете нам какие-то результаты. В ближайшее время наши ребята тоже в профессионалах, на разных континентах будут биться и в разных промоушенах. Давайте им пожелаем тоже удачи от нас всех. Да, на самом деле у нас ребята и по профессионалам выступили тоже неплохо. Кто-то проиграл, в принципе, но большая часть повыигрывала. Ибрагим Тибилов у нас по СПРО и все забрал. У нас в республике теперь он находится. И хотелось бы пожелать тем ребятам, которые сейчас собираются, готовятся на другие турниры по профессионалам, пожелать удачи, обязательно победы, ну и здоровья. И также еще хотелось бы пожелать нашим ребятам, которые даже здесь присутствуют, которые ездили на чемпионат СКФО или вообще выступают, куда бы они ни ездили, на каких бы турнирах ни участвовали, чтобы мы всегда выигрывали, приезжали с первыми местами. С каждым годом будем улучшать наши результаты. Мы к этому идем и мы уже набираем хорошо. Я думаю, на следующий год даже будет еще лучше результат. Еще раз всем спасибо, благодарю за победу, желаю вам удачи. И таковы были ударные вести на неделе. Занимайтесь спортом, будьте здоровы и до встречи в эфире.